Это исследование было направлено на определение уровня эпихлоргидрина и некоторых металлов в трёх марках пакетированного и рассыпного чёрного чая, которые широко продаются на рынках Александрии, Египет. Результаты газовой хроматографии и массу спектрометрии показали, что уровни эпихлоргидрина значительно различались между тестируемыми марками, замоченными в течение двух минут. А чайные пакетики содержали более высокие уровни, чем в рассыпном чае, и уровни увеличились с увеличением времени заваривания. Эти уровни эпихлоргидрина во всех протестированных марках чая в пакетиках или рассыпном чае были выше нормативного значения 0,10 мкг на литр. Кроме того, результаты показали, что добавление сахарозы или промывание пакетов деионизированной водой в течение одной минуты значительно снижали уровни эпихлоргидрина. Кроме того, результаты другого анализа показали, что уровни алюминия, свинца и кадмия во время инфузии были слишком низкими по сравнению с установленными рекомендациями. В случае пакетированного чая расчетное суточное употребление эпихлоргидрина было в среднем примерно в 55 раз выше, чем в рассыпном чае. Употребление как пакетированного, так и рассыпного настоя чая не могло представлять риска для населения, так как индекс опасности для здоровья составлял меньше единицы. Можно сделать вывод, что потребителям, предпочитающим использовать чайные пакетики, следует прополоскать эти пакетики перед приготовлением заварочного чая и не увеличивать время замачивания до более чем двух минут. Употребление чайных настоев, содержащих токсичные и тяжелые металлы, потенциально может увеличить общую нагрузку этих металлов в организме человека и может нанести серьезный вред к здоровью человека, вызывая канцерогенную, мутагенную, тератогенную токсичность, поскольку они не поддаются биологическому разложению. Например, было высказано предположение, что высокое содержание алюминия в организме человека может быть связано с различными заболеваниями, такими как энцефалопатия, деменция и болезнь Альцгеймера. Эпихлоргидрин или 1-хлор-2-3-эпоксипропан используется в качестве мокрого упрочнителя при производстве целлюлозных изделий. Например, бумага для чайных пакетиков, чтобы чайные пакетики не разваливались во время приготовления чайного настоя. Следовательно, чайные настои могут содержать эпихлоргидрин или его метаболит 3-хлор-1-2-пропандиол. Эпихлоргидрин абсорбируется после перорального приема и распределяется в течение 2-4 часов в различных органах, тогда как его метаболиты гораздо более стойкие и имеют тенденцию накапливаться при хроническом воздействии. Хотя эпихлоргидрин является химическим веществом, одобренным организацией FDA, он классифицируется как группа 2А, является вероятным канцерогеном, и доказано, что он вреден для здоровья человека. Воздействие на компоненты клеток, центральную нервную систему, репродуктивную систему и иммунную систему, а также вызывает хромосомные аберрации, карциномы в различных органах. Поскольку эпихлоргидрин недавно был признан потенциальным канцерогенным соединением, многие страны начали вводить ограничения на количество эпихлоргидрина, допустимое в питьевой воде, в размере 0,1 мкг на литр или 0, чтобы избежать рисков для здоровья. В настоящем исследовании уровни эпихлоргидрина во всех протестированных брендах, как в чайных пакетиках, так и рассыпном чае, были выше нормативных значений. Данные показывают, что метаболит эпихлоргидрина не был обнаружен ни в чайных пакетиках, ни в рассыпном чае марки А. Однако уровни этого метаболита увеличились увеличением времени заваривания, когда чайные пакетики Мары Б и С замачивались в течение 2-10 минут. Среднее значение варьировалось от 0,03 до 0,05 и от 0,04 и 0,06 мг на литр соответственно. Однако не обнаруженные уровни метаболита эпихлоргидрина были обнаружены, когда рассыпной чай Мары Б или С заваривался в течение 2 минут, тогда как уровни варьировались от 0,01 до 0,02 мкг на литр для обеих марок. Когда время заваривания варьировалось от 6 до 10 минут, показатель составлял 0,02 мкг на литр для обеих марок. Как правило, температура используемой воды для заваривания чая варьируется от 90 до 100 градусов Цельсия. И большинство чайных пакетиков могут выщелачивать токсичные соединения или даже подвергаться термическому разложению с образованием метаболита эпихлоргидрина. А скорость гидролиза увеличивается в 7 раз, когда температура повышается до 40 градусов Цельсия. Согласно кодексу Алиментариус, метаболит эпихлоргидрина образуется при высокой температуре и должен присутствовать в небольших количествах, поскольку он мигрирует в напитки из упаковочного материала и обладает высокой канцерогенностью. В настоящих результатах воду кипятили при 100 градусах Цельсия для приготовления чайного настоя с высвобождением количества эпихлоргидрина и его метаболита, которые были обнаружены. Таким образом, можно с уверенностью сказать или даже предположить, что эпихлоргидрин, вымываемый из чайных пакетиков в настое, может представлять опасность для здоровья человека. Продолжение следует... Продолжение следует...